Так, сколько у нас есть времени еще? Ну, наверное, уже времени-то и нет. О! Это уже перебор. Делаю короткий заход. Держи, планер за крыло! От этой грозы падает воздух вниз, вот так, с огромной скоростью, и оттуда пиздилет воздух. Ёбанома! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Пытаемся заснять Волгию. Уже четыре раза была молния, но мы хотим тоже еще раз, чтобы прям было красиво-красиво. В чем особенность текущей ситуации? Как вы видите... Ой! Так, немцы на посадку пошли. Разворот. Тревожные доклады по радио. Прям по курсу. Подходит гроза, друзья. Пока она еще не взяла наш аэродром, но фронтик все ближе к нам и ближе. Ну вот мы снимаем вам контент огонь. Не знаю, где бы бахнуть. Снимаемся вместе. Ой! Что там он сказал километров? Так, слушай, пошли-ка мы, наверное, к аэродрому от греха подальце. Если что, мы сюда прилетим, у нас два километра. Ну, по крайней мере, бля, точно мы умнее. Все, к аэродрому. Друзья, врагу не сдается наш гордый вариант, но пора на посадку. Спокойно, спокойно, спокойно. Скорость, то конец зеленого секса достать. Посмотрим, что еще у нас будет. А вот с этими грозами, друзья, приходится все время быть мудрым и умным. Потому что нужно всегда вовремя смыться. Сделайте рацию погромче. На 14 поставь. Ага, оп, молния провородил. Еще одна справа была. Еще одна справа. Попробую по фонарю, пусть хрон снимает. Я забыл включить заднюю камеру. Можно было, могло бы на хвост попасть, но... Да, молнии пошли активно, до этого молнии не было. В чем особенность этой грозы, друзья? Она стоит здесь уже два часа, ну, полтора. Мы взлетели, полетали на склоне, попарили. Вообще грозу сегодня не обещали. Да, слушай, переваливает хребет, все, она пошла на нас. То есть это тот случай, когда гроза очень стационарная. Она очень-очень долгое время висит, ждет, пока не начнется. То есть ее держат ветром. Ветер нам в спину 22 километра в час. Этот ветер держал эту грозу, не пускал. Но сейчас, во-первых, образовался вот этот облачный вал. Его не было буквально недавно. Помнишь, да? Вот такого вала не было. И активно посыпались молнии. Вот так, добавь паркука 200. 200 километров в час. И, наверное, сейчас будем... Как это? Любимый афганский заход. Вот как раз тот самый случай, когда он будет полезен. О, была молния. Чуть крыло давать. Что-нибудь в этом роде. Так. Сколько у нас есть времени еще? Ну, наверное... Наверное, уже времени-то и нет. Слушай, оно достаточно быстро идет. Так, ветер 15. Вот, по парам ее претензируется. Освобождает полосу. Давай-ка, наверное, плавно направо. Плавно направо. Друзья, посмотрите на этот кошмар, который на нас движется. Вот мы сейчас более чем вовремя на посадку заходим. Уж вовремя и не придумает. Вот она подходит, грозище к аэродрому. Самое интересное, что она, в принципе, может взять и не подойти. А может так бабахнуть, что мало не покажется. Ветер. Боковой 90 градусов запад. Но, в принципе, не критичный. Молния прямо по курсу. Сбрасывай скорость до 150. Оп. Ну, давай отважно, что ли, поснимаем. Сейчас зону, где молния будет. Мы приблизились чуть поближе к грозе. То есть, пока нет никаких, скажем так, страхов. До аэродрома мы долетаем. То есть, вон. Это редкость, почему-то можно поснимать все, что творится. Так, ветер 24. Давай еще немножко ближе к фронту подойдем. Совсем чуть-чуть. Вот и, конечно, наш исследовательский борт. Конечно, туда мы не полезем, в самую мясорубку. Но вот здесь немножечко носик так подзасунем. Заходит еще один планер. У нас есть время. Вот зона всасывания. Вы сейчас, я сейчас головой своей верчу, поэтому вы наблюдаете зону всасывания. Как туда уходит воздух стремительно, в это жерло грозовое. Туда засасывает мегатонны воздуха. Кубометр воздуха весит килограмм. Фу, два с половиной килограмма. И в этом кубометре помещается там сколько-то влаги. Вот этот влажный воздух прет вверх, горит в топке этой грозы. Самое интересное, что с грозой еще бывает. Вот там, где идет вот эта жуткая линия осадков, там совершенно страшные, по идее, нисходящие потоки. Так вот, градинки, которые образуются там на 12 километрах, на верхушке грозы, они начинают падать вниз, а скорость в грозе может достигать 50 километров в час вертикальная. И, соответственно, вполне реально градина... О! Гради на... О! И там же перебор. Давай плавненько отступать. Это от нас бабахнуло где-то километров в пяти. А зона подсасывания перед грозой у нас восходящий поток сильный. Вот это значит, что уже вот, наверное, самое время линять отсюда. Так вот, градины, которые падают вниз, на них постоянно растает лед, и они образуют огромные градины. Вот эти градины там с голубиной яйцо, там царев, грецкий и так далее, падающие. Вот это результат того, что очень сильные восходящие потоки. Все. Вот теперь уж точно все. Погнали. Вот теперь уже все так все совсем. Ну ладно, не буду закрывать пока. Сильный поток и уже ветер сильный. Мы по GPS на шпал нарвались, плюс осадки пошли. От этой грозы падает воздух вниз, вот так, с огромной скоростью. И оттуда пидеет воздух. Я его отсек там, в переднем фронте, когда я увидел, что 40 км в час в эту сторону. Я понял, что все, вот он предел. И предел этот был, честно говоря, вот на грани. Почему я могу вообще себе позволить такой мудаческий подвиг? Я могу на высокой скорости сейчас быстренько долететь до аэродрома и быстренько приземлиться. Вот смотрите, за сколько я зайду на эту посадку. Так, полоса свободна, планер срулил. Я над аэродромом. Буду сейчас выпускать шасси. Выпускаю шасси. Есть шасси. Так, теперь закрыл окно лендинг. Скорость проверяю. Да, 120. И полностью выпущены тормоза. Закрыл окно лендинг. Я еще и скольжение сделаю. Ну, сколько мы выжмем? Блин, вниз-то не спускаемся. Не, пошло дело. 4,8, 4,9. 5,5. Ну, все хорошо. Все, я подбросил высоту. Продолжаю снижаться. Смотрю на ветер 90 градусов. Смотрю на дождь. Стремительно приближается. Ну и, собственно, я сейчас буду в круг входить, друзья, уже. Высота 1100. Собственно, это моя дуга захода. Никого в зоне захода. Никого. Докладываюсь. Сэрла Батин, Ди Виктор, даунвин, клейнинг ту саус. Делаю короткий заход. Да, боковичок чувствуется, чувствуется, будь здоров. Все. Видишь, какой приходится компенсацию давать? Сейчас на пробеге будет у нас еще веселье, пропасть будет скидывать. Я вижу, вижу, вижу. Там не стоит в конце положения в порядке. Козла сделали небольшого, ничего страшного. Так, и сейчас сразу будем тормоза проверяем, работают. Будем сразу в Кангару съезжать, потому что надо быстро закатить планер, иначе вот этот град с голубиной яйцо вполне может стать нашим. Немцы стремительно пытаются разобрать планера или противоградовыми чехлами. Если бы ангар был открыт, я бы, конечно, в него даже заехал, наверное. Ух ты, блин, опять дроза, опять после волни. Но, так как ангар закрыт, придется довольствоваться вот таким подъездом. Да, такой, конечно, контент огонь. Думал я, надо включить хвостовую камеру, почему-то тупанул. О, а вот и гром. Так, фонарь. Блин, скорее, 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 скорее. Держи за крыло. Держи планер за крыло. Это был мудаческий подвиг. А в такую погоду я бы уже не приземлился. Все. Это была бы амба уже. Это хорошо, мы еще за ангаром спрятались. Ангар держат от вот этого западного шквала. Ой, thank you very much. Я побежал помогать. Okay, I'll help with this guide, okay? What a weather. Wow, crazy weather. That was a very interesting landing. Yeah, open, open. All my, all my. Okay. Thank you. You're welcome. Oh, thank you. Last moment. Oh, yeah. Град пошел, друзья. Фух. Все в укрытие. Ну, давай. Почему не все приземлились так поздно? Еще раз говорю, здесь гроза обычно так быстро не ходит. Она приближается медленно. И все, кто летает в серии, знают, что это очень медленная конструкция. Поэтому все были такими расслабленными. И даже я там летал, летал смотреть на грозу. От моей посадки до шквала прошло, минута прошла. За мной планер, который уже приземлялся, он приземлялся длинным заходом. Мы его тащили. Он получил по полной программе удар ветра. Но, слава богу, ветер был встречный боковой. Все закончилось хорошо. Фух. Да. Градик уже попадал немножечко. И это только начало. Вы видели всю тучу. Друзья, посмотрите, как у нас тут повалило деревья всякие и так далее. Вот наш веселый шквальчик, что натворил. Что интересно, прогноз грозы не давал. Вот наш аэродром показываю. И вот смотрим, как прогнозы от SkySide показывают облака в течение дня. Будут двигаться вот это в районе 12 часов. Нарастают, нарастают, нарастают. Потом начинаются осадки. И вот осадки идут везде. Но только не у нас. А по факту получалось, что вот в этом районе постоянно образовывались грозы. Сильным западным ветром их сдувало. Ну и, в общем-то, нам тоже досталось. Так что, бывает ситуация, когда прогноз не сбывается. И нужно следить за реальной обстановкой. Дом цел, жена. Что здесь было, расскажи. Шквал. Шквал сильный? Да. А ты представляешь, что мы в этот шквал приземлялись? Я видела, как мы приземлялись. Да. Шевцов орел. Жуть. Ты скажешь, что я эти самые. Друзья, ну посмотрите. Вот только успели до дома доехать. Планер уже вы видели в ангаре. Вот. Ну, громыхает, конечно, вот туда дальше. Вот фронт туда ушуршал. Но в целом, все, вот она гроза кончилась. То есть, это самая быстрая гроза, самая скоростная, которую я здесь наблюдал. Какие потери в доме? Один бокал для шампанского разбился. Шквалом сдуло со стола. Друзья, вот они. Как это называется? Маму-лисы. Маму-лисы? Да. Вот такие вот, посмотрите, под облаком. Образование. Не знаю, как это. Кто-то называет груди, кто-то называет еще как-нибудь. Ну, вот такие вот маму-лисы. Оказывается, не мы самые-самые безумные. Вот оно, летающее безумие прилетело. Возможно, была высота, и он просто обошел грозу как-то. Скорее всего, получается, он ушел сильно западнее. И вот там отсиделся. Вот так вот прилетел. И сейчас будет заходить на посадку. Вот прошло с момента шквала минут, наверное, 15. Мы успели доехать до дома. Я вам показал, как у нас все разметало. Вот эта туча уходит. И там планер заходит. И самое интересное, что формируется вот облачко, вот, вот, вот. То есть, их не было буквально там, не знаю, минуты три назад этих облачков. Вот они формируются. Это будущие кучевые оглока, которые позволят летать дальше. Так что вот так стремительно меняется погода в горах. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Не делайте, как я, до новых, более позитивных роликов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова